Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров посетил Сверхозахстанскую область. В районе имени Габита Мусрепова на встречу с аграриями поднимался ряд проблем. Но основная – это низкий класс пшеницы из-за дождей. Средняя урожайность зерновых в этом году в районе составляет чуть больше 10 центнеров с гектара, хотя уборку уже завершили на 65%. В то время как в 2022-м показатель составлял порядка 20 центнеров. В некоторых хозяйствах в основном собирают третий и четвертый классы, но есть и пятый. Сельхозтоваропроизводители интересуют цена на такое зерно. Без внимания не останутся. Поддержка со стороны государства будет. Эти поля принадлежат товариществу Аскопески. В распоряжении агрария имеется порядка 8 тысяч гектаров земли. В основном засеивают именно зерновые. В этом году средняя урожайность составляет около 10 центнеров с гектара. Уборку завершили на 80%. Погода, конечно, внесла свои коллективы. Есть и проросшее зерно, но несмотря на это, уборку думаю завершить в течение 5-6 рабочих дней. В прошлом году урожайность была 14-15 центнеров. Зерно с полей доставляют на элеватор для сушки. Буквально на днях в министерстве утвердили запросы Кемата на выделение дополнительного удешевленного дизельного топлива. Составил он 10 тысяч литров, хотя потребность региона около 20. Тем не менее, этого должно хватить. Свероказахстанские аграрии уже заполнили заявку и ждут поставку. Наш элеватор, получается, может вместить в себя единоразово 50 тысяч, но обороты наши в год составляют гораздо больше. То есть идет постоянная отгрузка. Мы принимаем, доводим до кондиции, до базисных норм и производим отгрузку. В этом году уборка началась в начале августа. Приняли мы около 50 тысяч. Пшеница, в принципе, разная. То есть есть и продовольственная третьего класса с хорошей кликовиной, есть и четвертый класс, пятый класс, неклассная. Также Айдарбек Сапаров отметил, что задолженность по субсидиям перед аграриями страны составляет 155 миллиардов тенге. До конца года все планируют погасить. Заявка находится на рассмотрении в Министерстве финансов. Дарья Пашмыцова, МТРК